Музыка Крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом открыли в столице Приморья. Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе Дальзаводской больницы. Готовность медучреждения к приему пациентов проверил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Здравствуйте. Так, девушки, ну что, готовы вы? Всегда готовы. Всегда готовы. Заведующая новой реанимации Мария Эдуардовна, которая в первый удар взяла на себя по внебольничным пневмониям, сейчас будет коронавирусную инфекцию лечить. Штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, который занимается обслуживанием техники и зданий, организована связь с помощью рации на 15 каналах. Нас снабдили всем необходимым, у нас есть следствие индивидуальной защиты, мы получили огромное количество аппаратуры, поэтому уже хотя бы поэтому нам не страшно, потому что мы готовы. Здесь главное еще соблюдать все эпидемиологические нормы внутри больницы, именно коллективу. Понимая, что всегда у врача, ну некоторые существуют, как бы много видели, много знаем, всегда есть. Самонадеянность такая излишняя. Бывает такое. Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием. В нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии. Максимально автоматизированы рабочие места, сведены к минимуму бумажные носители. В отделении гинекологии мы его перепрофилировали под обычные палаты и от реанимации сделали палаты интенсивного наблюдения. Мы оставили операционную, как мы договаривались. Здесь сегодня еще работают лампы, новые операционные. Были у нас беременные женщины с пневмониями, в роды они не вступили. Большое спасибо коллективу больницы номер 4, Новицкой Елене Валерьевне, за такую оперативную работу, которая на протяжении последней недели велась в отношении перевода этого лечебного учреждения под инфекционную больницу. По второму плану 400 коек больничных, из которых порядка 160-140 должно быть обеспечено аппаратами искусственной вентиляции легких, должны обеспечить кислородными концентраторами, ну и, соответственно, всем необходимым постельными принадлежностями. Поэтому эту работу они выполнили. В течение недели сюда подвозилась аппаратура, помогали в расстановке ребята-спасатели из МЧС. Ну и, конечно, трудился весь коллектив. Сюда также будут доставлены медицинские работники из других районов края, порядка 80 человек. Поэтому мы сейчас, сегодня представим им возможность проживать в гостинице. Здесь будет дежурить непосредственно два автобуса, которые будут подвозить сотрудников с работы и непосредственно работу доставлять из организованных мест проживания. В целом в крае, по словам Олега Кожемяка, развернуто уже 948 коек. 332 аппарата ИВЛ размещены в инфекционных отделениях. 75% коек обеспечены кислородом. Рост заболеваний, он неминуем. Это было очевидно, мы это знали и предполагали, что с увеличением количества тестов в 4 раза, если мы проводили 300 тестов только больным, то сейчас проводим там 1280-1250 в день. То, конечно, и охват шире, соответственно, и ее распространение этой болезни больше. Потому что даже те, кто прибыл к нам после 10-дневного ожидания, после 15-дневного карантина, без проведения тестов, они пошли в среду и, может быть, сами бессимптомно, но являясь носителями, они заражали других людей. Основной момент, вспышка произошла, рост на 60%. У нас прошел как раз внутрибольничный очаг. Вот сегодня, где есть опасность такого резкого роста заболеваемого. На оперативном штабе рассматривали возможность прогулок. И это не наше мнение. Это мнение врачей инфекционных отделений, заведующих, главврачей. Мы опросили всех в присутствии штаба, всех шестерых главных врачей. Мы посоветовали с Роспотребнадзором. Да, такие прогулки для людей важны и нужны. С тем, чтобы не было и застоя, не было там кому-то гиподинамии. Значит, где-то ухудшение этих условий, связанных с наступлением теплых температур. Не у каждого есть возможность. Кондиционеры не включишь. Поэтому такие прогулки на первом этапе, они до 10 часов утра, и с 18 до 20. Конечно, там будет прописано о том, что нельзя собираться там 2-3 человека. Это уже запрещено собираться, если вместе, то в масках. Будут работать в том числе и камеры, если будут массовые скопления. Это запрет на проведение всех командных соревнований любого уровня. Все остальные мероприятия, конечно, для людей важны и нужны. Нужно выгуливать детей. Мы при любых обстоятельствах будем поэтапно, незирая ни на что, то есть принимать меры к расширению возможностей реальной жизни. Но у нас должны быть готовы лечебные учреждения на всякий случай, принять любого клиента, любого пациента и оказать им необходимую помощь. Для этого разворачиваются вот такие госпитальные койки, для этого разворачиваются эти инфекционные отделения на 948 койок, обеспеченных кислородами ИВЛ. Город Артем присоединился к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Первую аллею высадили в парке авиаторов. Еще одна в скором времени появится в территориальном управлении «Артемовский» возле памятника мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. «Высаживается сегодня порода рябина, то есть мы продолжаем дальше аллею рябина красной, амурской. 75 штук в честь Великой Победы. Дерево это неприхотливое, к нему единственное нужен уход и уважение. Хотелось бы, чтобы все-таки люди, которые проходили здесь, наслаждались этим деревом, ну и, соответственно, не приносили ему вред». Зеленый наряд города в память о героях войны создавали общественники, полицейские и ветераны вооруженных сил. Для жителя Артема Анатолия Аксенова каждое посаженное дерево – это знак бесконечной благодарности тем, кто проливал свою кровь за нашу родную землю, кто выдержал суровые годы военного лихолетия, вынес нестерпимую боль и утраты. «Вот буду когда приходить сюда в парк, смотреть, как оно растет, и, конечно, буду вспоминать своих родственников, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Вот, у меня погибло два дяди, один пропал без вести, один в танке сгорел, дедушка пришел с войны, Аксенов Андрей Ануфриевич до конца своей жизни был контужен и ходил с палочкой. Ну, конечно, буду вспоминать». Через несколько лет на этом участке разрастется живой коридор. Эта аллея станет символом памяти о героях и тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. В рамках акции при содействии Минперироды Российской Федерации в стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в честь каждого, кто погиб на войне. Анжела Галышина, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Тысячекоечная больница города Владивостока закрыта на карантин. В больнице вводятся жесткие меры, призванные не допустить возможности повторного заражения больных и сотрудников. Так называемая система шлюзов. Теперь с улицы просто так в больницу зайти будет нельзя. На входе снимают уличную одежду и обувь, производят дезинфекцию. Уже заклеены все вентиляционные решетки в больнице. Это был главный путь переноса вируса. Также закуплено дополнительное количество внутрибольничных дезинфекторов. Ведь несмотря на то, что больница закрыта на карантин, в ней есть тяжелые пациенты, которые требуют продолжения лечения. Новых больных на время карантина сюда госпитализировать не будут. Теперь Приморская краевая клиническая больница номер один будет оказывать неотложную помощь всем пациентам по профилю сосудистая хирургия. По травматологии и ортопедии, а также нейрохирургии будут принимать всех, кроме жителей советского района. Этой категории граждан, а также всем несовершеннолетним придется временно обращаться за экстренной медпомощью по направлениям нейрохирургия, травматология и ортопедия в городскую больницу города Артема номер один. В Артеме у здания первой городской больницы заасфальтировали территорию под автостоянку. Работы выполнила Артемовская спецсу. Губернатор края Олег Кожемяка и глава округа Вячеслав Квон побывали на парковке и поблагодарили автодорожную компанию за неравнодушие. К слову говорят, для проведения этих работ предприятие спецсу выбрало один из самых сложных участков. С прилегающей к больнице территории предприятие вывезло около тысячи тонн золы и глины. Территорию же отсыпали скальником, сделали водоотведение. Уложили 200 метров бордюрного камня. Асфальтирование автопарковки – своего рода вклад предприятия в доброе дело помощи людям в медицинской профессии. Таким образом, организации и предприятия всех форм собственности в Артеме продолжают поддерживать местные лечебные учреждения. Есть такие хорошие примеры социальной активности, когда конкретными делами помогают лечебным учреждениям, помогают сделать так, чтобы удобно было врачам. Они сегодня находятся на передовом фронте борьбы с этой эпидемией. Им, наверное, на сегодняшний день самое тяжело. Чем могут помочь? Занимаются дорогами, взяли, заасфальтировали эту стоянку, подъезд. Это хороший пример и для других компаний. Ведь сегодня врачи обеспечивают именно стабильность работы этих предприятий. На себя берут самую главную нагрузку по выявлению всех контактных лиц, по лечению и в тяжелейших условиях приходится лечить это. Костюмы защитные, которые не дышат, то есть тяжелые респираторы. Поэтому такое отношение к врачам заслуживает уважения. А у нас не только это, у нас доброфлот Александр Ефремов сейчас поставил буквально до тысячи защитных костюмов из Китая, респираторов, инфекционных носил, которые очень важны и нужны. То есть такие люди с отзывчивым сердцем, с пониманием того, что на сегодняшний день нужно и медикам нужно для того, чтобы каким-то образом поставить препон этой развивающейся ситуации с коронавирусом, они есть. Я надеюсь, что это послужит примером и для остальных руководителей предприятий, кто сегодня работает, кто сегодня трудится. Потому что именно медики создают сегодня это благополучие на их предприятиях, беря на себя основную нагрузку по лечению больных, по выявлению заболевших. Такие компании, как Спецсу, Доброфлот и еще многие, те, которые откликнулись на поставку продуктов питания, они делают хорошее, полезное, доброе дело. Большое им за это спасибо. И, конечно, безусловно, мы со своей стороны тоже будем относиться к ним должным образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok